Как вы подчеркиваете, есть прямая связь между систематическим курением, употреблением алкоголя и состоянием сердца, да? Абсолютно прямая связь. И самое еще... Да, конечно. Гипертоническая болезнь, а отсюда все вытекающие последствия. Кроме того, что курение дает огромный процент рака легкого, так? Я уже об этом не говорю. Но самое страшное, что так называемые пассивные курильщики, которые в семье у курильщиков, они болеют еще чаще. Еще чаще, потому что на них поступает чистейший никотин, который выдыхает курильщик, понимаете? Поэтому это такой двойной вред. Это 200% смертности. Это не 100%, а 200%. Потому что человек, который курит, он убивает своих близких. Лен Анатольевич, извини, что я несколько заостряю внимание на этой теме. Встречаются люди, которые говорят, вот я бы хотел бросить курить, но я курил 20 лет. Мол, если я теперь брошу курить, я, мол, быстро появятся какие-то болезни. Это скажется на сердце. Значит, я курил ровно 20 лет, я лично. Когда я приехал в Москву стерильным юношей, жил в общежитии, естественно, начал курить и так далее. Ровно через 20 лет я в один день бросил курить. И должен сказать, что первое время было трудно, но просто привычка. Понимаете, вот ты что-то делаешь, и тебе нужно взять эту сигарету. Ничего там особенного нет. Но привычка есть, конечно. И мне иногда и сейчас кажется во сне, что я курю, предположим, и я просыпаюсь в холодном поту. Но никаких проблем, я считаю, бросить курить в один день, в один момент у человека нет. Понимаете? Единственное, что для него, так скажем, может оказаться отрицательным, но это он должен уже регулировать, это то, что у человека появляется аппетит нормальный. Понимаете? У него появляется нормальная потребность к жизни. Ему хочется поесть как следует, отдохнуть и так далее. Потому что организм начинает, понимаете, освобождаться от никотина. И вот здесь вот надо обязательно себя контролировать, не переедать и заниматься, начать заниматься спортом или продолжить занятия спортом. Этот момент есть. Но это не катастрофа. Понятно, что с этим можно элементарно справиться. Если вы затронули вопрос спорта, но я имею в виду не спорт, а вы лично какие-то физические упражнения по утрам, вечерам делаете? Ну, утром я не могу делать, потому что я очень рано встаю и еду на работу, а вечерами, да, я вчера, значит, на... А что порекомендовали бы вы? Не, ну, все, что хотите. Все, что хотите. Я лично, вот я просто про себя скажу. Я вчера, когда приехал, ну, уставший и так далее, я, значит, 30 минут на велотренажере просидел, потом искупался в бассейне, включая гидромассаж, и пришел, и лег спать, и прекрасно поспал, и через 6 часов встал, и вот здесь я опять... Любой вид спорта, который нравится, который доступен, понимаете, если они недоступны, очень эффективной является ходьба. Можно начать, люди, которые вообще не занимали спортом, можно начать с одного часа в неделю. Это вы можете по 15 минут ходить, или по 20 минут 3 раза, или 1 час в неделю, но месяц надо проходить час, второй месяц надо проходить 2 часа в неделю, и потом считается, ну, это доказано американскими нашими коллегами, что потом, когда человек 2 часа в неделю ходит, у него появляется потребность еще чем-то заняться. Он начинает там заниматься, там, я знаю, там, теннисом, админтоном, чем угодно. У вас в жизни, несмотря на занятость и так далее, кроме работы, кроме научной, кроме общественной, вот какие интересы? Вы чем интересуетесь? Я сказал, что я много чем интересуюсь, я вам все секреты рассказывать не буду. Литература, искусство, бываете? У меня очень хорошая библиотека, я собираю библиотеку, у меня очень хорошая библиотека живописи, я вожу из-за границы альбомы, журналы, и здесь покупаю, сейчас у нас в стране полно. Да, хорошая библиотека, можно купить, все. У меня очень хорошая библиотека музыкальных произведений, я очень люблю классику, у меня хорошая библиотека эстрадной музыки, я со многими знаменитыми исполнительными, близко знаком. Поэтому у меня, я даже когда сижу там, скажем, почту разбираю, к сожалению, ее очень много, я обычно включаю классическую музыку, она мне не мешает, вот. Поэтому я это очень люблю, я люблю сходить в театр, недавно вот был в консерватории на выпуске, очередном выпуске молодых дарований. А вот если коснуться такого вопроса, к сожалению, в последнее время очень много разговоров, и причем эти разговоры ведутся не на кухне, а можно слышать и в ходе популярных телевизионных передач, читать на страницах газет, когда некие люди говорят, вот, мол, Северный Кавказ, Кавказ создает много проблем для России, нужно отгородиться, нужно отпустить Кавказ на вольные хлеба и так далее. Вы себе Россию без Кавказа или Кавказ без России представляете? Знаете, это вообще-то говоря политические спекуляции, я вообще-то в политике не участвую. Я одно могу сказать, что я державник. Я считаю, что все, что сегодня называется там, я извини, что я так говорю, Украина, Грузия, Литва и так далее, это мои любимые места в жизни, так? Это моя страна, я в ней родился, включая вот все то, что я назвал и не назвал, и поэтому для меня всякие разговоры, понимаете, о разделении, это все равно как, понимаете, вонзить мне меч в сердце, потому что я это действительно очень переживаю, мне правда очень больно от того, что мои дети, мои внуки лишены той радости, которую мы имели. Я ненавижу людей, которые, причем я их вижу насквозь этих людей, и вы их видите, и многие их видят, понимаете, и имя им известное, Пятый Легион, вот, которые специально насаждают эту тему. Ну как можно себе представить, понимаете, страну без жемчужины? И почему ее надо представлять без этой жемчужины, вот этого я никак понять не могу. Поэтому пусть они останутся на своих местах, эти люди, которые разжигают национальную рознь, понимаете, которые кричат неприемлемые для нас лозунги, взмахивают руками, раздеваются по поясу и так далее. Я это не принимаю, никогда не приму. Леон Антонович, а какие пожелания детям, взрослым, которые проживают в Чеченской Республике, ну и главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу, который заботится о них и вашему другу? Вы знаете, я, во-первых, хочу пожелать всего самого доброго и солнечного, я считаю ее своей крестницей Карине, которую я оперировал, к счастью, все хорошо обошлось, и растет удивительный человечек, который сочиняет стихи, пишет песни, рисует, и все. Такой полноценный, очень интересный человечек растет, хотя она уже девочка. Ну вот, что касается народа в Чечне, то я очень с большой симпатией отношусь к чеченцам, как к людям волевым, стойким, выносливым, знающим себе цену. Знаете, меня потрясло, когда мы приехали осматривать больных несколько лет назад, и я такое никогда не видел. Мы въехали на машине и не могли проехать по улице, столько народу пришло обследоваться. Еще боли меня поразило, когда я смотрел одного больного в кабинете и увидел, как по водосточной трубе человек поднимался, потому что он не мог попасть в обычной очереди. И я тогда вспомнил, что ведь 16 лет в республике не было нормальной медицинской помощи. И я тогда, вот, так получилось, что я тогда был на приеме вместе с другими членами общественной палаты у президента, и я сказал об этом, что, вообще-то говоря, происходят удивительные вещи, возвращение к нормальной жизни, которую я сам наблюдаю. Понимаете, люди почувствовали, что вот к ним повернулись лицом, что они хотят быть в этом обществе и так далее. Вот, поэтому у меня самые глубокие симпатии к народу. Я понимаю, что народ лишили на очень продолжительный период времени возможности нормально жить. Просто нормально жить, понимаете? Может быть, не иметь там дворцов и так далее, но просто нормально жить. Вот, и то, что сегодня делается, и вот это, мы проводили тогда первую акцию, когда, я имею в виду первую акцию на том стадионе, где вот до последнего времени играла команда Терек, вот, и я наблюдал полный стадион людей, которые, вы понимаете, ну, просто светился радостью. Потом ночью, по-моему, в два часа ночи, Рамзан Ахматович взял меня, и мы поехали в город. И эта пешеходная зона, я потом все время это рассказывал людям, она меня тоже поразила, понимаете? Люди ходят спокойно там, кто-то там, по-моему, чай пьет, кто-то кофе пьет, молодежь. И это очень хорошие признаки возвращения к нормальной жизни. И, конечно, все это делается благодаря вот этому молодому человеку, который возглавил республику. Рамзан Ахматович был в этом кабинете, сидел вот за этим столом, когда он был первым вице-премьером. Вот. И тогда он уже говорил многие вещи, он, видимо, предполагал, что, возможно, он станет главой республики. И многое из того, что он говорил, я вижу, что это реализовано. Вот. И дай Бог, чтобы в каждом регионе, в стране, были люди, которые умеют так последовательно проводить свою линию на развитие своего региона. Вот я бы так сказал. Леонид Антонович, я вам благодарен за то, что, несмотря на столь раннее время, вы нас приняли. Очень интересная беседа. Мы желаем, чтобы вы и дальше, в течение многих лет, радовали россиян своей легкой рукой и добрым сердцем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова